Добрый вечер всем! Шавуатов! Сегодня без Аташем будем учиться еще раз на зум, лайв. Тема сегодня – как наладить судьбу. У каждого из нас есть судьба. Мы это называем Мазаль. Наша Мазаль – наша судьба. Люди говорят, есть такие, что у них есть хорошая судьба. Ешляй Мазаль – у них есть Мазаль. А есть такие, что у них в жизни и так нет хорошей судьбы. И есть такие, что родились. Мы знаем, есть астрология. Астрология говорит, что если ребенок родился в какое-то время, в какое-то число, это говорит про его судьбу. Если он родился в хорошее, когда была хорошая звезда, у него хорошая судьба. Иногда человек родился в нехорошее время. У него не такая позитивная судьба. Спрашивают, если это правильно. Если так и есть. Потому что если так действительно есть. И уже написано, когда человек родился, что есть какая-то судьба у человека. А человек может быть в депрессии, сказать, вот, у меня нет хорошей судьбы, все мне не уйдет. И именно если человек знает немножко астрология. И он увидит его очень судьба, он видит, что она не очень такая хорошая. Может быть в депрессии. И так было у Авраам. Авраам, наш первый отец. Написано, что он был большой астролог. Он посмотрел. Он посмотрел. В это время, когда он родился, в этой же неделе, в этот же год, в этот месяц, в этот час. И он увидел, что у него такая судьба, что у него не будет детей. Просто невозможность. Потому что была какая-то звездочка, что она была на севере, во время, когда он родился. И когда эта звездочка на севере, когда ты родишься, это говорит, что у тебя никогда не будет детей. И он знал, что так и есть. Это наука. Астрология, это наука. Каббала про это много пишет. Вообще, Тула и Каббала, они привезли астрологию в мир. Всевышний, когда создал мир, он сказал Адаму, что он создал так мир, что все, что он решит, приходит через звездочки. И все это уже написано по судьбе человека, когда он родится, что с ним будет. Все у него написано на лице. Все у него написано на руке. Человек, что знает Каббала, может смотреть на другого, смотреть на него, что здесь не рисовал, что какие-то рисунки здесь есть. И он знает, что с ним, кто он, что даже будет с ним. И надо на это тоже темы делать один раз, наверное. Но если есть уже у человека судьба, многие люди думают, все, я такой, так было у меня до сегодняшнего дня. И, наверное, тоже так будет. Тула нам говорит, что судьба есть. Мазаль, он есть в мире, Всевышний его создал. И он влияет на человека. Например, написано в Талмуде. Когда человек родится, если он родился в воскресенье, это на него что-то говорит. Если он родился в понедельнике, это на него что-то говорит. Да, например, люди, что родились в воскресенье, пишут гмала. Кто хочет проверить, это написано в Талмуде, Поктатия Шаббат, на 156 странице. И там они пишут, что кто родился в воскресенье, этот человек будет очень экстремист. Или черное, или белое. Все у него в жизни черное-белое. Или он будет очень хороший, добрый человек. Или будет очень наоборот. Или будет цадрик, праведник, или будет раша, плохой человек. Он идет на экстрим всегда. Почему? Потому что Всевышний создал в первый день небо и земля. Он создал в первый день свет и ночь. Все экстрим. Он создал в первый день, поэтому это влияет на человека, что он родился в воскресенье. И мы про эту тему, я думаю, когда-то немножко говорили. И когда я говорю воскресенье, я имею в виду, уже суббота вечером это называется воскресенье, а воскресенье вечером это в иудаизме называется понедельник. Так что надо правильно смотреть, когда человек родился, чтобы узнать. И так пишет гмала, кто родился в понедельник. Он будет человек немножко больше, что имеет споры. У него будет немножко temper, злость немножко больше, чем у других. И человек, что будет немножко строгий такой. А человек, что родился после этого, тюздэй, да, понедельник, это человек, что у него все идет быстро в жизни, у него будет хороший бизнес, да. Он будет очень любить женщин, если это женщина, будет очень любить мужчин, больше, чем другие. И каждый день так говорит про человека, кто он будет, что это судьба. Родился, это твоя судьба. Но спрашивается вопрос, если это судьба, могу я изменить, должен я изменить, есть такая возможность вообще. Многие люди говорят, что у меня жизни идут не как я хочу. Вещи происходят на мой план, на как я планировал. Могу я это двинуть? Могу я это поменять? Это большой вопрос. И сегодня мы немножко будем говорить про это вопрос. Если можно поменять, как поменять? Если не можно поменять, что не можно поменять? И почему? Нам надо знать, что... Знаете, мне всегда проходит этот анекдот, когда я говорю про судьба. Есть какой-то анекдот про какой-то человек, что у него все было нехорошо в жизни. Да, скажем, ему звали Моше. Этот Моше, все ему не повезло. Он был очень такой некрасивый человек. Да, он не выглядел хорошо. И поэтому все его ненавидели. И все с ним не хотели общаться. И поэтому у него деньги даже не были. Ничего просто не было, потому что он был такой неприятный. И один раз он играл в лотерей. И после как он играл в лотерей, слава богу, вот сейчас он выиграл несколько миллионов. И для него это было все. Сейчас у меня хорошая судьба будет, потому что вот у него есть деньги. И с деньги можно все менять. А он сразу пошел там к доктору, сказал ему, я хочу поменять все мое лицо. Делайте мне всякие вещи ваши. Вы знаете, что делать? Я хочу быть красивым. И они поменяли ему нос, поменяли ему все. Сделали его такого здорового, очень приятного человека. И сейчас он сказал, вот сейчас, когда я выгляжу хорошо, сейчас я хочу идти в мир. Там я буду ездить, в другие страны. Что люди от меня как будто смотрели на меня и увидели, какой я красивый. Все, что я не получил всю мою жизнь. Сейчас я хочу немножко гордиться, как я выгляжу. И говорят, что когда он пошел в самолет, идти в другую страну, чтобы гордиться сам себе. А он перешел дорогу. Когда он перешел дорогу, пришла машина, его сбило, и он умер. Так говорит анекдот. И он пошел в тот мир. Пришел в тот мир туда, и он, обращаясь к Всевышнему, и говорит ему, Ибо оно шелонам, Бог, а почему ты мне это все сделал? Я всю жизнь был такой некрасивый. Я получил деньги. Сам себя уже сделал. Слава Богу, сейчас я красивый. И вот, когда я хочу немножко иметь от этого удовольствия, ты меня забираешь. А говорят, что Бог на него смотрел, сказал ему, Моше, а что, это ты? Я тебя не заметил. Да. А говорят мудрецы, если у тебя... Это был анекдот. Но если у тебя есть судьба, а судьба — это судьба. Она останется. Так есть такие, что говорят. Но написано в Талмуде, тоже в другое место, что есть опция изменить нашу судьбу. Это говорят два мудрецы. Раби Ханина и Раби Оханан. Раби Ханина говорит, судьба человека — это судьба. Это что тебе надо в жизни, если человек родился некрасивым? Это потому, что он так выбирал. Так у нас написано. Он видел, что будет. И он сказал Всевышнему, это испытание, что у меня будет. Так я хочу выглядеть, потому что я знаю, что я это должен иметь. Например, есть люди, что они в прошлой жизни были очень-очень красивы. И потому, что они были очень-очень красивы, у красивых людей есть много-много ецелара. Ецелара — это плохое начало. чтобы быть очень материальным. У него есть эта опция. Все его любят, все к нему хочут тягиваться. Он может деньги делать, быть какой-то там модель. Такие люди имеют много-много ецелара. Плохое начало. И поэтому, потому что они имеют такая большая плохая начало, это может их взять не на хорошие места. И они просто пропускают всю миссию этого жизни. Они приходят в тот мир, им говорят, смотрите, потому что вы были красивы, вы упали. Азон говорит, следующий раз, что вы меня привезете в этот мир, я не хочу быть красивым. Делай мне самым некрасивым, что можно. Чтобы я в это не упаду еще раз. Так душа хочет, потому что душа понимает, что этот мир — это ничего. 70 лет, 80 лет, все, ушел. И так человек, он хочет. Он это выбрал. Написано это в Талмуде, Практати Анида, на третьей, первой странице, что человек знает, кто он будет, что он с ним будет. А говорят мудрецы, что... Потому что человек выбирал сам себе. Он должен понимать, что это его судьба, это что должно быть. Он должен это принимать. Рабио Ханан говорит по-другому. Это что сказал Рабио Ханан? Рабио Ханан говорит по-другому. Рабио Ханан говорит нам, ты еврей? Да. У тебя есть опция тоже. Изменить твоя судьба. У тебя есть душа, большая, потенциал, что ты можешь изменить этого. Как этого делать? Ты можешь это найти в Торе. Можешь изменить твоя судьба. Сегодня я хочу говорить немножко. Как мы можем, что нам надо делать, чтобы быть как Рабио Ханан, чтобы изменить нашу судьбу? Вы знаете, всякие вещи случаются с человеком в жизни. Человек много страдает. Люди много страдают. Даже в наше поколение. Что мы можем сказать, слава Богу, Бау Хашем, у нас много все есть, почти. Мы тоже страдаем. И можно даже сказать, мы больше страдаем, чем в прошлом поколении. Не только физически, но и эмоционально. Люди, у них нету счастья. Одна маленькая проблема может взять вся наша энергия, и просто человек чувствует пустой, чувствует, что он не может уже жить. Многие люди страдают от этого. Я это вижу каждый день. И когда человек страдает, он хочет знать выход из этого страдания. И многие люди обращаются к Всевышнему. И есть такие, что даже не... Есть такие, что это говорят, а есть такие, что это не говорят, но это у них в сердце находится. Почему, Всевышний, ты мне это делаешь? Почему я страдаю? Почему я не получаю, что я хочу? Да, я хочу быть немножко богатым. Ну, я не хочу миллионы, но я хочу, чтобы мне было достаточно, чтобы я бы не боялся в жизни, что у меня не будет. Я хочу быть здоровым. Я хочу быть счастливым. Я хочу, чтобы у меня дети пошли на правильный путь, чтобы они меня слышали, что я от них имел удовольствие. что я хочу хорошая жена, я хочу хороший муж. И это просто не приходит. Иногда человеку немножко злится на это. Почему? Почему это ко мне не приходит? Я такой плохой человек, я так нехорошо делаю, почему это ко мне происходит? Если смотреть на этот вопрос из... Смотреть через Каббала, взгляд Каббалы, вообще нет вопроса. Почему? Каббала нам объясняет, что Всевышний это как Солнце. Солнце всегда дает нам свет, Солнце всегда дает жару, да, что нам было тепло, теплота. Всегда дает 24 часа 7 дней в неделю. Но есть такие люди, что не получают свет из Солнца. Почему они не получают свет из Солнца? Потому что они закрывают себя дома. Если ты закрыл окно, у тебя не будет свет. Это не потому, что Солнце не дает свет. Солнце дает всегда свет. Если тебе холодно, это не потому, что оно не дает, это потому, что ты далекий от него. Ты не даешь Солнце дать себе свет, ты закрыл окно. То же самое говорят мудрецы из Всевышнего. Всевышний это как Солнце. Он всегда дает, так у нас написано. Всевышний это Его, это кто Он есть. Только давать. Он дает энергия, Он дает благословение, Он дает богостство. Он дает здоровье всегда в мир. И поэтому мир, слава Богу, существует. Если нам не было что дышать, да, это воздух, что мы дышим. Это кто дает всегда каждый день? Это Он. Солнце, что оно стоит, это Он. Все это Он дает и дает и дает. И мы можем жить. Но есть такие люди, что иногда закрывают себя. И мы не всегда даже понимаем, что мы закрываем себя и Солнце из этого света, из этой энергии, из этого благословения, что Всевышний нам дает, каждый из нас. И поэтому, что нас учат мудрецы Тула и Каббала, это очень просто. Ты должен открыть окно, а когда твое окно будет открыто, все придет к тебе. Потому что Всевышний всегда дает. мы только должны открыть окно и дать ему сосудок, чтобы заполнить все, что он дает всегда. И вся проблема нашей жизни это, что мы не знаем, как строить этот сосудок. Как строить его и как его делать больше, чтобы получить больше. И это вся Тора. Все, что Тора говорит, это как строить сосудок. Например, молитва. Зачем мы молимся? Люди говорят, мы молимся, чтобы Всевышний увидел, да, и имел миросвязь на нас и нам дал. Это не очень правильно. Мы молимся, потому что Всевышний сказал нам молиться. Потому что когда мы молимся, мы строим наш сосудок, чтобы получать, что он уже дает. Он дает с молитвой и без молитв. Но есть такие люди, что у них есть родители, бабушки и дедушки, что они были очень-очень хорошие люди, что они были очень люди, что работали на себя, и они строили сосудок очень большой, что их дети, их внуки от этого сосуда, они тоже имеют удовольствие. Но есть такие люди, что пришли из семьи, что у них нет этого. родители не были такие очень достойны, не были такие очень близки к Всевышнему. И они не строили этот сосудок, их действия не были самые хорошие. и поэтому иногда тоже у тебя нет. Но ты не должен надеться на сосудок, что твои папа, мама, дедушка, бабушка строили. Каждый из нас должен делать его шни сосудок. И поэтому больше мы будем на этого работать и знать, как это строить, больше мы будем получать. Потому что энергия всегда приходит, благословление всегда приходит, здоровье всегда есть в мире. Нам надо ее взять и знать, как ее принимать. И не просто принимать на минуту, два, час. Нам надо принимать этот свет навсегда. И для этого надо учить, что нам пишет Тула, как этого делать. Вообще это немножко нам показывает секрет Маген Давид. Вы день рождения земля Израиля. Да, не земля Израиля, страна Израиля. 72 лет тому назад слава богу мы пришли в наша земля обратно после почти 2000 лет, что мы там не были как народ. И это вообще большое чудо, что случилось. Я думаю, никогда в истории это не было, что народ не был в вашей стране и остался как он есть. Все законы остались у нас, все наши традиции остались. 2000 лет мы были бросаны везде и мы пришли обратно в нашу страну. Слава богу. А за это сегодня мы отсловут. Но слава богу даже страна Израиля поставили как их знак. Наш знак это звезда Давида. Звезда Давида имеет очень большой секрет. Давид это звезда он написал когда он пошел воевать с другими народами он это написал на его оружие. И там были всякие имена бога всякие вещи очень интересные. Но почему он взял именно этот знак? Почему он не взял треугольники два один на другом звезда Давида? Почему он не взял например такие круглые вещи как Ауди? Это может тоже быть хороший знак. Почему он именно взял этот знак? Есть там секреты. Царь Давид был одним из самых больших душ что были в мире. Да большой потенциал. Он был очень великий человек. Мы можем смотреть из его книги. Я думаю вторая книга. Ее покупают все истории. Самое много в мире. Это книга Таилии Псалмы Давида. А первая книга это Това. Мы просто видим что этот человек был не особенный. И эти два мишурошим треугольники так это говорят треугольники один на другом. Один что это символизирует? Первый треугольник это земля идет наверх. Это означает что все что мы делаем здесь этот сосудок что мы делаем с нашими действиями хорошие действиями это влияет наверх идет наверх все что мы здесь делаем а потом зависит что мы делали и что мы дали приходит нам эта энергия обратно мы можем получить но если мы здесь не делали ничего не придет мы не можем это принять и это весь мир строен так да даже муж и жена муж и жена у них есть они любят один другого да и когда жена хочет получить что-то из мужа да так это строен мир то большинство муж должен давать она должна больше получать тоже должно быть наоборот но как большинство муж он как будто дает она больше принимает говорят мудрецы что если женщина она не дает намек она не говорит она не делает что-то это не даст мужу мотивация ей дать она тоже должна что-то сделать когда она это делает например она одевается красиво а он сейчас говорит о какая красивая я хочу сейчас что-то ей дать и и так далее да она она говорила как-то для меня что-то сказала я хочу обратно что-то дать даже больше чем это так это мы всевышний это как муж и жена когда мы что-то делаем он обращается к нам даже больше можем принимать его свет это магенда вид это эти два треугольник так это все работает поэтому если человек хочет открыть его судьба то у него судьба просто иногда он чувствует что это закрыто что-то там закрыто он закрывает свет хочет открыть что свет пришел к нему он должен делать этот сосуд как мы этого делаем я хочу объяснить первую вещь что закрывает когда мы понимаем что это закрывает что закрывает нас из Всевышнего из этого света когда мы это откроем мы все будем получить говорят мудрецы что эта вещь что закрывает самое больше нас из этого света из этой энергии что всегда Всевышний нам дает это хорошая судьба то всегда Всевышний дает это называется эго гордость и по другие слова это называется я так сказал Моисей Моше Рабену когда он стоял на горе Синай когда он нам дал Тора он сказал фраза на русском это будет я я стою между вас и Всевышнего мы можем это понимать на простой уровень что он Моисей он стоит перед Всевышним перед народом и это правильно но говорят на мудрецы хасиду что что имел ввиду Моисей Моше Рабену что он имел ввиду это я стою стоит этот я что человек яйкает я он стоит между вас и между Всевышнего и он закрывает наша судьба когда человек у него есть гордость больше гордость меньше хорошая судьба у него есть он просто закрывает этот свет чтобы пришел к нему и всякие негативные вещи случаются с такими людьми иногда у человека есть гордость и он даже не замечает что он гордый вы знаете кто самый гордый человек самый гордый человек в мире что ты его спрашиваешь если у него есть гордость он говорит у меня нету никакая гордость это самый гордый человек почему если он даже не замечает что у него есть гордость потому что у каждого нету человек что у него нету гордость он просто не понимает что это гордость и поэтому это нас закрывает из этого света из этой энергии из нашей хорошей судьбы что мы можем получать и потом все негативные вещи случаются потому что когда у тебя нету света солнца а где ты находишься темнота темнота это ситрах это негативная энергия и поэтому например мы знаем что есть какая-то сила что называется плохой глаз сглазит как будто написано Магид Мемизыч ученик Баршем то он пишет что никогда человек не может сглазить скромного человека человек что он действительно скромный сглаз не работает на него почему потому что всегда он получает эта энергия что его чистит что его исправляет из Всевышнего у него у него там ничего не закрыто и поэтому не может прийти к нему никакая негативность и больше он скромный больше он защищен из этой вещь поэтому Моисей Мошелабену был самый скромный человек на свете на него никакая вещь не действовала колдовство это работает есть люди что делают всякие колдовство сегодня меньше когда-то это было больше но даже сегодня я знаю ситуации я видел вот в этой неделе звонила какая-то женщина она мне говорит кто-то на меня сделает колдовство так и так случается и я ей сказал что-то делать она действительно видна что это правильно было как это убрать и после этого все слава богу было лучше почему потому что есть еще такие люди что делают эти всякие вещи даже традиции я думаю не знаю если это грузинские или эти что пришли с Афганистана до сегодняшнего дня когда есть свадьба они не разрешают никому закрывать их руки или даже что если у кого-то есть ну там сапоги с нитками не знаю как это сказать сейчас я вас я вас я вас не слышал как это сказать шнурки о да-да я забыл это слово шнурки они все завязают или провязают не завязывают наоборот а развязывают да развязывают что я бы без вас сделала развязывают их шнурки почему потому что есть какое-то колдовство что если человек знает этого делать он может во время свадьбы что-то закрыть надо что-то сказать там да это не так просто но он когда он берет эти шнурки закрывает во время какой-то момент он может делать так что это жених и это и да они не смогут быть вместе и я видел много ситуаций такие даже один из наших мудрецов больших 500 лет тому назад ему это в идеале во время свадьбы он 9 месяцев не смог быть женой до как он это пошел какой-то там у него был каббалист он он был молодой он еще не знал каббала и он его спрашивал он ему помог как этого открыть азиэйс мы видим что есть колдовство в мире но на кого это может существовать это может свидетельствовать на человека когда он находится в время когда у него есть гордость когда есть много-много у человека скромность это убирает все негативные вещи не может на него действовать вообще потому что это открывает это его строит сосуд вообще мазар слово мазар это судьба на иврите мазар приходит из из слова назар назар это чечет да что-то что она чечет вниз вода что течет вниз линзоль да что капает да капает вниз почему это капает потому что судьба она идет куда самая хорошая судьба куда она идет на самое низкое место место больше ты низкий больше ты скромный у тебя больше судьба есть больше человек гордый больше негативность у него есть потому что не потому что это всевышний хочет его наказать смотрите у всевышнего нету наказания наказание это у учителя когда мы там учились где-то он нам нехорошо видел вел себя иди я тебя накажу всевышний он не учитель первом классе всевышний он всегда нам дает у нас любить больше чем мы любим себя но просто есть он мир строил с такими законами что если ты закрываешь себя из него ты не получаешь это хорошие вещи и когда ты не получаешь хорошие вещи ты автоматически получаешь наоборот что это нехорошие вещи и поэтому человек что говорит у меня судьба нехорошая это говорит что ему надо работать на гордость сейчас срочно как на это работает есть много книги у нас вторые слава богу на эта тема я думаю говорят самое много потому что это самое важное книги хасидут хабад бреслев эти все вещи много много говорят про скромность как быть скромным да есть книга тоже на русском есть ховот левовод азария как будет ховот левовод на русском да обязанности сердца это есть тоже сегодня я слышал сделали на русском там у него весь целая чаптер да целая часть из его книга говорит только про скромность как это достиг что быть скромным человек очень очень важно и больше человек это учит он становится такой он чистит себя из этой гордости негативность не может к нему прийти судьба открывается все энергия просто она шатается и она не застанет в одно место это одна вещь и где-то мы видим здесь история окей это первая вещь вторая вещь что может открыть наша судьба это что говорят мудрецы в Талмуде находится в несколько местах одна проктатия проктатия хулин на седьмая страница тоже проктатия санедрина шестая седьмая страница написана там история очень интересная про один человек его звали Рабиханина Рабиханина он один раз куда-то пошел и там была какая-то баба яга да знает делать колдовство и она хотела ему что-то делать чтобы этого делать он знал все законы написано чтобы сидеть в санедрин санедрин это суд еврейский суд чтобы там сидеть быть один из 70 языков и ты должен знать все законы колдовства что есть в мире если ты не знаешь эти законы ты не можешь сидеть у нас в еврейский суд такой мудрый должен человек быть азон знал все законы колдовства и раби ханина он видел что она хочет взять немножко земля по тревожной ноге есть много кто понимает в этой вещи когда человек хочет какое-то колдовство делать например ты хочешь что кто-то тебя любил если ты возьмешь немножко песок где он только что поставил ногу если возьмешь оттуда песок и как-то поставишь на себя я вам не скажу как это делать потому что это не полезно и ты делаешь с этим что-то он будет тебя любить всю жизнь или например если есть ребенок что он не чувствует хорошо а если ты будешь взять земля от этого места где он родился и поставишь на него это ему поможет сделай какой-то маленький поставь где-то и поставь на него это помогает есть такая вещь тоже в кабале тоже в колдовство что когда берешь земля из где человек он наступал ты можешь с этим делать какое-то колдовство на него влиять она он видел что она хочет это взять азони сказал вот пожалуйста возьми я не боюсь азона удивилась как ты не боишься потому что она была очень там все знали про нее азони сказал фразу что написал у нас в торе она сказала он сказал пожалуйста возьми у меня нет проблемы с этом нету никого кроме всевышнего нету ничего кроме всевышнего это правильно так сказать нету ничего кроме бога и она не могла на него влиять говорят мудрецы что в этой фразе есть большой большой секрет открывания нашей судьбы защищание духовное и физическое для нас на каждую вещь в нашей жизни что эта фраза говорит говорит мудрец 200 лет тому назад он был ученик он был его ученик у него есть книга называется очень глубокая книга и там он пишет секрет и он говорит что когда человек находится в никакая ситуация неприятная нехорошая у него проблема неважно какая и ему надо срочно помощь ему надо выйти из этого места он может делать что-то и он просто увидит чудеса что он может делать ему надо сказать эту фразу нету ничего кроме бога и не просто так это сказать сказать это несколько раз и просто иметь ввиду и думать что действительно нету никакая сила в мире что может на меня влиять или что-то мне делать кроме бога он все решает это все он да я всегда говорил я это несколько раз сделал не на правильные места но я сделал меня поймали полицейские и еще раз я неправильно сделал я не ездил как надо ездить но когда он меня поймал я сам себя ну как будто наказал сказал сам себе что ты сделал неправильно что ты сделал я там они есть стоп я не остановил стоп только немножко остановил и пошел и я сам себе сказал что я сделал неправильно я понял моя проблема и потом я обратился к всевышнему перед как партийский пришел ко мне я сказал всевышний пожалуйста сейчас я не хочу что он мне написал там есть там точки нехороший потом мне рекорд потом надо тоже платить я понял моя проблема я это не сделаю больше Да, я сделал раскаяние на это. Я хочу, что ты меня от этого вытащил. И потом я сказал, я знаю, что ты только ты на все влияешь. И нету никого в мире сила делать против тебя, потому что это только ты в мире. И когда я это говорю, и думаю, и чувствую, полицейский проходит. И я уже от него потихоньку потихоньку не имел никакая... Я его даже не боялся. Почему? Потому что я так знал, что это Всевышний делает. Это он его контролирует. И слава богу, не знаю как. Просто не знаю как. У меня там было несколько проблем. Тоже я в стоп не остановился. Тоже у меня не было иншуэнс. Да. Что это? Как будет иншуэнс? Зали. Страховка. Страховка. Я забыл страховку дома, я не поставил в машине. А за это несколько тикетов. Это большая головная воля, много денег. И как по-нормальному, он должен мне сказать, смотри, ты должен платить так, тебя так и так будет. Но как-то я не знаю как. Он мне говорит, ты знаешь, у меня... Как-то не знаю почему, у меня хорошее настроение. И солнце вышло сегодня. Я знаю, что ты... Я ему сказал правду, я не был прав, я это больше не буду сделать. Он мне сказал, ты знаешь, что... Езжай. Все хорошо. Не делай это больше. Все хорошо. Это первый раз, где я видел, когда Энн от Мильвадо нету ничего, кроме Всевышнего работы. После этого у меня были другие ситуации в жизни. Иногда это работает сразу. Иногда это работает после времени. Но когда человек понимает, говорит, это не я говорю, это Абихами Врожен говорит. Человек понимает, что нету ничего, никакая сила, кроме Всевышнего. Он это действительно чувствует и понимает. И говорит. Он просто... Сам себя сейчас он поставил над судьбе. Судьба на него не чувствует. Он выше, чем это. Да? И поэтому человек может эту вещь сделать, когда он понимает, что кто я вообще? Кто другие люди вообще? Все здесь Всевышний руководит. Это все по егошней планы. Если кто-то мне какая-то зло сделать, у меня нету. Зачем мне даже ему его ненавидеть, или ему что-то там, какая-то неприятность держать у меня в сердце. Это все приходит Всевышнего, и есть для этого причина. если человек так живет, у него судьба открывается, у него ничего там не застряло. Потому что когда мы так не думаем, мы думаем, что нету только Всевышний, есть тоже люди, и они тоже делают их вещи, и если он мне что-то сказал, это он, это не Всевышний, а ты закрываешь сам себя и света. Ты как будто вытащил Всевышнего от твоего фильма. Когда ты говоришь, он виноват, и он виноват, и этот виноват, и государство виноват, и все виноваты, это имеет ввиду нету Всевышнего. Есть только один виноват, Всевышний. И почему он делает вещи? Потому что у него есть хорошая, правильная причина. Когда мы это будем понимать и сказать нету ничего кроме него, это в сердце нам капать. Каждый день мы открываем сам себе судьба. Так жили наши мудрецы. Человек, что так живет, он всегда радостный. Человек, что так живет, не важно, что с ним случится, ему хорошо, ему приятно, потому что он понимает, что все под контрол. Какой контрол? Контрол Всевышний. Никто не может контролировать в нашей жизни, только он. И это хорошо, потому что я на него надеюсь и знаю, что он только хочет хорошее для меня. И все, что он делает, даже иногда, когда я вижу, что это нехорошее, я думаю, что это нехорошее, это тоже хорошее, это просто намек для меня, что он хочет, что я что-то изменил. И это все жизни. Я хочу немножко более глубоко зайти в эту фразу, потому что там есть еще один секрет, что я вам еще не сказал. я думал, я думал, если про это говорить или не говорить, потому что лекция, что я даю на русском, тоже мне тяжело, но я не говорю вещи, что касается много букв алфабета еврейских, потому что не все понимают. Но я думаю, что сегодня нам надо про это говорить, потому что это очень просто. И есть здесь какой-то секрет, что находится внутри эта фраза с буквами, что если мы будем знать этот секрет, и мы будем про это думать и сделать на это медитацию даже, мы можем получить много-много-много хорошее благословление и открыть все наше счастье и судьба на хорошем. скажем так, есть у Всевышнего 72 именов, это называется Шем Айн Бет, имя 72. Эти 72 именов, они выходят из три фразы, что написаны в Торе, в Пагашат Бешалах, когда во время открывания моря. Там написано перед этого, три фразы, что очень интересно, это действительно три фразы, что есть в Торе, это только три фразы, что есть в Торе, что у них есть 72 буквы. Каждый из них. И они идут один после другого. Ваиса, вояво, воять. Так они начинаются. Ваиса, 72 буквы, вояво, 72 буквы, воять, 72 буквы. И почему это так написано в Торе? В Торе есть причина. Говорит нам книга секретов Зоа. Это самая центральная книга Каббала. Написал ее почти 2000 лет тому назад. И он пишет, что если мы будем взять первую букву из первой фразы, последняя буква из вторая фраза, и первая буква из третьей фразы, у нас выходит имя Всевышнего одна. И потом будем взять вторая буква из первой фразы. Одна перед последней буквой из вторая фраза, и вторая буква из третьей фраза. Это будет еще одно имя. Итак, мы будем делать на эти все фразы, и будет у нас 72 имена Бога. Каждая из этих имен имеет какая-то сила, что мудрецы смогли этого пользоваться, чтобы привести какая-то энергия к ним, и тоже мы можем. Вообще, каждый из этих имен контролирует какая-то вещь в мире. Например, одна из этих именов это называется имя Юд, Ламед и Юд. Буква Юд, буква Ламед и буква Юд. Я бы вам это написал, чтобы видели. Окей, через... Я уже написал здесь другое имя, это я вам сейчас покажу. Юд и Ламед и Юд, это просто я пример даю. Это буква, что дает здоровье. Это имя, что дает здоровье. Вся здоровье, что приходит в мире, приходит через это имя. Есть еще одно имя, что касается здоровья, но это Юд, Ламед и Эй, но это имя, это центральное имя, что дает здоровье. Если человек хочет иметь здоровье, он может сделать медитацию. Если он знает, как этого делать. Я много раз, когда я помогаю людям, я помогаю им лечиться, я даю им думать про эти буквы, и делать медитацию на них, это просто лечит человека. Юд, Ламед и Юд, это одна из этих именов, что имеет эту энергию. Если человек его сглазует, да, не дай бог, человек делает на него глаз, плохой глаз, сглазывает его, если он думает в это время про эти три буквы, он просто блокирует каждый глаз, каждый негативный глаз, сглаз, что кто-то на него делает, это имя, оно просто убирает сглаз. Есть еще много именов, сейчас это не лекция про этого, но есть одно имя, что я про нее хотел сегодня говорить. Это имя называется АЛЕФ, АЙН, МЭМ. Три буквы, буква АЛЕФ, буква АЙН и буква МЭМ. И очень интересно посмотрим, что эти три буквы, они выходят из этой фразы, что я вам только что сказал, очень-очень сильная фраза, что может нам делать много больших чудеса. Н ОД МИЛВАДО. Первая буква слово ЭН это АЛЕФ. Первая буква слова ОД это АЙН, первая буква слова МИЛВАДО это МЭМ. Это одна из семьдесят два имена Бога, что она выходит из этого фразы. И почему это так? Потому что это имя это секрет этой фразы. Это секрет этой фразы. Почему? Что это имя делает, когда человек имеет это ввиду? Говорят мудрецы, что это имя может вытащить человека из каждой проблемы, что он боится от нее. У многих людей есть какой-то страх. Человек боится, да, полицейский, что он со мной сделает, человек боится, как-то что-то случилось, здоровье. Если у тебя какая-то проблема, ты хочешь выйти от этого, если какое-то колдовство на человека делает, хочешь выйти от этого, это имя помогает вытащить себя, поднимать себя из проблемы. АЛЕФ АЙНМЕ Вот я это вам написал здесь. Я купил это только для вас. Да, сейчас лекция из дома, а здесь у нас АЛЕФ буква АЛЕФ буква АЙН буква МЭМ Это выходит Н ОД МИЛВАДО Нету ничего кроме Всевышнего. А с этой три буквы, если человек их имеет в виду, и больше он сделает на этой медитации, он про них думает. И мы можем даже сказать эту фразу и думать про эти три буквы, это просто делает чудеса у человека. Может вытащить его из нехорошей ситуации. И мы это видим на примере. Хочу просто вам дать несколько примеров, что есть самые три плохие народы, что были, когда АМИ Сына Израиля зашли в Израиль, были там семь народов, что надо было их воевать. Эти народы были очень не святые народы, не хорошие народы, у них качества были очень не неправильные, Всевышний сказал их уничтожить и зайти в Израиль. Один из них самых главных, это не хорошие негативные народы, их звали Эдом, Амон и Муав. Очень интересно, что из них, если возьмем первую букву, каждый из них это АЛЕФ, Эдом, Айн, Амон, Мем, Муав. Это три буквы, АЛЕФ, Айн, Мем, что если человек думает про них, он может вытащить себя из нехорошего ситуации. Самый нелегкий, нелегкая борьба, борьба, что у нас было с народами, это было с этими народами. Поэтому нам надо было это имя, что выходит из их имя. Когда Ам Ислаэль про это думал, это им помогло их победить. Еще один пример, что у нас написано. Написано про наш отец Яков. Яков Всевышний ему сказал идти в Египет. Он жил в Израиле, уже дети, все, но там потом был голод. У него сын Иосеф исчез, они не знали где он, он думал, что он умер, но Иосеф был уже в Египте, он там стал очень главный человек, и они это не знали вообще. Всевышний делал так, что они пошли в Египет взять еду, они видели, что их не брат там, он им сказал проходить. Яков не знал, что делать. Если земля Израиля, святая земля, как можно от нее уйти, земля, что нам Всевышний нам дал, он не знал, что делать, и он народ и место в мире. У них были все нехорошие качества, и он боялся, что если он туда попадет, его семья потихоньку их духовный уровень станет нехорошим. Он от этого очень боялся. Дети и внуки, и он не знал, что делать, он боялся туда идти. Сказал ему Всевышний не бойся. вот я вам скажу, что написано в втором. Он ему говорит, не бойся, анухи иред им хам и сраима ваннухи и хаг ам алло. Я с тобой, говорит ему Всевышний, с тобой я буду идти вниз в Египет, и я с тобой вместе тоже тебя оттуда, твой народ оттуда вытащу. Если посмотрим в эту фразу, написано в втором, Яков боится, Всевышний Муга успокаивает, говорит, я с тобой пойду, анухи иред им хам ицраима с тобой я вниз в Египет пойду. Посмотрите этот послок, иред это будет первая буква алеф, им ха будет первая буква айн, мицраима будет первая буква мем. Говорят нам мудрецы Каббала Всевышний ему сказал секрет этого, это имя. Он говорил, ты боишься, что там что-то тебе случается, будет случиться, у тебя есть это имя, ты можешь вытащить себя, учить себя, учить других. Твои дети, как пользоваться, как на это иметь, как иметь это имя и думать про нее, и во время когда мы думаем про нее, нам надо знать, что Всевышний он с нами, он идет с нами в Египет. Каждая проблема, что у тебя есть, каждый человек в мире, Всевышний с тобой и пошел вниз в этого проблема, он там находится с тобой и он оттуда тебя может вытащить, он просто должен, что ты заметил, что он там с тобой и у него есть все силы. Когда ты это замечаешь и имеешь в виду нету ничего кроме него, только он может делать все. И это три буквы, думаешь про них, есть там большая большая сила. Мы это тоже видим в Шаббат. У нас есть очень важный день называется Шаббат, Суббота. Работа и Суббота. Говорят мудрецы, почему Суббота это седьмой день, потому что шесть символизирует этот мир, физический мир, что у него есть шесть сторон наверх, вниз и четыре стороны. Это счастье, это мир, физически. Семь это уже духовность мира. Это уже это не судьба, это над судьбой. Поэтому человек, что соблюдает Шаббат, что он делает сам себе? Он привозит себя на такое место, где он может быть над судьбой. Больше чем судьбе. Люди, что они не соблюдают Шаббат, для них Шаббат это как обычный день, у них потенциал духовный, чтобы изменить их судьба не находится. Потому что у них нет Шаббат. Всевышний сказал Шаббат это мой подарок. Почему это подарок? Мы думаем Шаббат это тяжело, нельзя это, и надо кушать это, и надо Шаббат это подарок. Шаббат тебе дает благословение на весь, на вся неделя, потому что Шаббат тебя подняла над судьбе, и когда ты над судьбе, ты можешь решить, изменить. Ты можешь решить, делать другие вещи, даже если судьба не такая хорошая, даже если у тебя закрыто что-то, Шаббат может это разбить. Поэтому молитва Шаббат это как несколько миллионов молитвы в обычный день. Учение Тора один час в субботу это Бенни Шхай пишет, это не я, он говорит один час учения Торы в субботу это 150 миллион часов в обычный день. Мы даже не можем представить такое новое. Был мудрец, его звали Вадия Иосеф, он умер недавно, один из больших великих раввинов Израиля. Сфарадский большой рабай. Его сын, я слышал это его женский сын, он мне сказал, что у него папа, он почти в субботе не спал. Он спал много в пятницу, чтобы в субботе не пошел спать почти вообще. Почему он хотел, потому что он знал каждую секунду в субботе это 150 миллион секунд в обычный день духовный. Суббота имеет очень-очень большую силу. А в субботу у нас есть три трапеза. Первый трапез это пятница вечером, что-то уже суббота зашла, потому что у нас все начинается вечером, да? Как Всевышний создал мир, написано воиэве вои боке была темнота, а потом день, что день начинается ночь. Так это правильно. Это первое трапез, что мы кушаем пятница вечером. Второй трапез это утром после молитвы мы кушаем еще один трапез. Обязательно кушать этот трапез. Это закон. И хлебом надо кушать. Это называется трапез только с хлебом. А потом есть третий трапез. Третий трапез это как солнце садится после молитвы минхи. Мы делаем третий трапез тоже с хлебом. А сколько хлеба мы кушаем в субботы. Написано что в субботы когда мы делаем благословение на хлеб нам надо взять два хлеба. Не только один. Надо взять два что они были целые. Обязательно что были целые. Есть там много секретов почему. И мы делаем на них благословение и потом так мы делаем этот закон. Три трапеза. А если будем считать у нас есть три трапеза а в каждой трапез два хлеба. Два халы или хлеба. А сколько будет хлеб? Будет шесть хлеб. Сейчас хлеб что он символизирует? Написано в кабала хлеб символизирует заработки. Да? Когда я помню родители бабушки дедушки всегда сказали когда человек ему надо заработки ему надо деньги мне надо привезти хлеб дома. Надо привезти хлеб домой. Хлеб это деньги. Говорят мудрецы что эти шесть хлеба пускай целый хлеб что мы благословим на них в субботу эти хлебы дают благословение в наши заработки на эти шесть дней что будет после субботы. И человек должен это иметь ввиду когда он кушает этот хлеб шавать он должен иметь ввиду вот это две первые хлебы это воскресенье в понедельник. Мои заработки зависят на это мои благословения в заработке не заработки благословения заработка. Это даже более важно чем заработки. Человек может делать миллионы это миллионы идут на неправильных местах Он только от их нас народает. Это не благословление деньги, нам это не надо. А за это все хлебы, что мы делаем у них благословение в субботу, они решают благословение, что у нас будет на заработки на всю неделю на 6 хлеб 6 дней. И мы говорим там во время, когда мы благословляем перед хлебом, мы делаем кедуш, мы берем вино, и на это вино мы благословляем. И там в кедуш написано так. Мы говорим, это последняя фраза, когда Всевышний создал весь мир, как написано в первой книге Берешит. Потом там в конце он пишет про субботы. И там написано, И в субботу он остановился. Не сделал больше. А если посмотрим на эту фразу, написано И вся работа, что он сделал, да? Он остановился, и вся работа, что он сделал, Посмотрите на первую букву каждой из этих слов. Мелахто это будет мем, Ашер это будет альф, Аса это будет айн. Еще раз у нас есть эти три буквы, альф, айн и мем. Мелахто Ашер Аса Почему тама? Потому что когда человек заходит в субботу, Вся эта негативность, все проблемы, Когда он говорит эту фразу, И имеет в виду эти три буквы, Он может взять все-все-все его проблемы, Негативность, Колдатство, что они его сделали, И просто их всех разбить. Из силы шаббата, когда он заходит в шаббат, Потому что шаббат имеет эту силу, как это написано там внутри. И еще я могу вам еще много сказать, Написано, когда Яков, После 22 года, что он жил у тести, У него, и потому что его брат, Исаф, хотел его убить. Потому что он взял его же неблагословение из Папы Ицхак. И он убежал в Харан, И там он был 22 года, Он женился, Уже 12 детей у него есть. Он приходит обратно к Израиле, И он боится из брата. Брат такой здоровый, И говорит Аши, Что почему он боится, Потому что Яков был очень здоровый человек. И у него Всевышний, Почему ты боишься? Ты такой праведник, От кого ты боишься? Это спрашивает мудрец Аши, Как он боится? А он пишет, Что он не боялся физически, Он боялся духовно, Потому что Исаф, 22 года он жил с родителями. Написано, что Исаф, Он очень их уважал. Написано, что не был человек в мире, И не будет, Кто уважал родителей больше, Чем Исаф. Это плохой человек, Но когда родителей уважал, На самый высокий уровень. Написано, что когда папа его звал, У него была особенная одежда, Когда он видит папу. Папу. Да, как и у нас. Если особенная одежда, Мы покупаем для какого-то мероприятия, У него была особенная одежда, Чтобы видеть папу. Такой, так он очень уважал. Написано, что Яков вот этого боялся. Он сказал, Я 22 года, нет, Не было телефона, Я даже не говорил с папой и мамой, Я их, Я не смог делать это, Эта митцва, Митцва это закон, Что написано в Торе, Уважать родителей, У меня не было этой возможности. Исаф 22 года этого делал. А это будет на меня влиять, У него есть какая-то схуд. Да? Как схуд будет, Азавия? Он не с нами. У него заслуга. О, вот это ко мне пришло. У него есть заслуга, Что у меня нет. От этого он боялся. Яков. Азавия говорит мудрецы, Что он сделал. Он обращался к Всевышнему. И он ему сказал, Ациле нина, Мияд Ахи, Мияд Эсав. Он боялся Эсава, Из брата. Сейчас он должен его встретить. Азо он молится к Всевышне. И он говорит ему, Спаси меня Из моего брата Из Эсава. Так написано. Спрашивают мудрецы, В Торве мы знаем, Нету одна буква Больше, чем надо. Экстра. Нету такая вещь. Всевышний все точно написал. Почему Яков говорит, Спаси меня Из моего брата Из Эсава. У Яков был только один брат. Эсав. Ты сказал Всевышнему, Помоги меня, Спаси меня Из моего брата. Все. Не надо сказать, Что это Эсав. Всевышний знает, Что у тебя только один брат. Эсав. Очень-очень сильный вопрос. Почему Долдол должен быть сказать, МИЯД АХИ МИЯД ЭСАВ Из моего брата Из Эсава. Говорят мудрецы, Посмотрите на фразу. А целенина МИЯД АХИ МИЯД ЭСАВ АХИ, мой брат, Это будет буква АЛЕФ, Начинается АХИ АЛЕФ. МИЯД Это буква МЭМ, Начинается. ЭСАВ, это буква АЙН. Еще раз это имя. АЛЕФ АЙН МЭМ. Говорит Яков Всевышнему, Спаси меня. Как спаси меня? Потому что я имею в виду Это имя. Я имею в виду Твое имя, Что может спасать меня Из проблемы. Из каждой проблемы. Он сделал медитацию На это имя. Яков АВИН. Это там написано. Это все намеки. На мудрецы Кабала нам учат. Что они все это имели в виду. А за это еще одна. Это практически Это имя нам помогает Соединяться с Всевышним И без латашем Вытащить сам себя Из какой-то проблемы Духовной или физической. Есть еще одна последняя вещь Что я хотел про нее говорить Когда у человека нету хорошая судьба Он чувствует, что вещи ему не идут в жизни Может быть вообще Может быть какая-то Что это говорит? Как можно это открыть? Говорят мудрецы так Что А Я не хочу забывать Очень интересно Что это имя, что я про нее говорил АЛЕФ АНМЕМ Если мы сделаем гематрия На цифры АЛЕФ будет 1 АН будет 70 МЕМ будет 40 40 Плюс 70 Плюс 1 Это будет 1, 1, 1 АЛЕФ АНМЕМ ЭНОДМИЛВАДО Нету никого кроме Бога Это 1, 1, 1 Тоже в номеров Это нам говорят Очень интересно Говорят мудрецы Когда человек Чувствует, что у него судьба В какое-то место Не идет гладко Что-то там застряло Что он может делать? Почему это случается? Как человек знает, что ему У него судьба закрыта Когда ему что-то недостаточно Когда человек Чувствует Мне нехорошо Когда человек Чувствует Жизнь нехорошая Когда человек Чувствует Я хочу больше И у меня нету И Всегда там Ему нехорошо Все ему Неприятно Это говорит Что у тебя Судьба закрыта Говорят мудрецы Если ты будешь Так продолжать Думать Это закроется Больше и больше И больше И больше Почему? Всевышний Когда смотрит на человека Он говорит Я дал в этот мир Хорошие вещи И тоже есть вещи Что Они выглядят Плохие Да Я сделал здесь Много хороших вещей И тоже вещи Что выглядят Плохие Если ты смотришь На эти Плохие вещи Ты смотришь На мой мир С плохим Взгляд Не важно Что случается Да Я не могу Тебе дать Больше Потому что Ты закрываешь Себя Из меня Всевышний Он только добрый У него Все это Хорошо А ты Сейчас Превращаешь Твой мир На нехорошо Мне нехорошо Это не идет Нету Все злые Все плохие И так далее Когда человек Больше так думает Он закрывает Себя Всевышний Всевышний Ему не может дать Он закрыл Нету сосудок Принимать этот свет Принимать благословление Поэтому Эти люди Что всегда Жаловаются Я не жаловался У меня нету Судьба Мне нехорошо Больше ты Жаловался Меньше Мы можем Тебе помочь Потому что Ты закрываешь Себя И Всевышний Что надо делать Перестать Сейчас Жаловаться Смотрите Что случилось Сына Израиля В пустыне Каждое время Что они Жаловались Что случилось Проблемы Они жаловались Что нету Еда Да Сразу Пришла Там Эпидемия Потом Нету Воды Пришли Там Змея Потом Они Жаловались На Израиля Сказал И все Умерете Здесь Каждый Жалованный Закрывает Свет Закрывает Нас Всевышний Поэтому Мы Не Понимаем Как Это На Нас Влияет Очень И не Только На Нас Вы знаете Что это Делает Нашим Детям Ребенок Что он Живет В дом Когда Мама Всегда Жаловается Ой Мне Болит Ой Я Голодная Я На это Все Говорит Всегда У ребенка Атмосфера Жалованная И он Он Будет Смотреть На мир Всегда С негативных Глаза Потому что Мама Это Всегда Или Папа Всегда Это Играл Эта Песня Жалованная Дома Не Только Этот Ребенок Наш Тоже Наши Мозги Это Тоже Ребенок Когда Я Это Всегда Говорю Моя Подсознание Она Говорит О Действительно Так Всегда Что у нас Написано Что Закрывает Это Вторая Вещь Что Закрывает Наша Судьба Мы Сказали Иго И Жалованы Я Вам Дам Очень Очень Маленький Пример Последний Пример Потому что Уже Время Нет У нас Да Если Если У Папа Есть Два Дети Один Ребенок Каждая Вещь Что Папа Ему Дает Он Говорит Спасибо Папа Спасибо Что Ты Мне Дал Кушать Спасибо Что Ты Мне Это Купил Спасибо Есть Один Ребенок Все Что Ему Дают Он Жалуется А почему Я Получил Это Я Хотел Это Я Не Хочу Этого Кушать Это Невкусно Ты Всегда Мне Кому Папе Будет Больше Приятно Дать Следующий Раз Этому Что Говорит Спасибо Этот Что Жалуется Папа Не Захочет Ему Дать Вообще Все Что Тебе Даю Тебе Нехорошо Ты Как будто Нету Хороших Отношений Так Как будто Всевышний Тоже У него Он Не Так Но Так Мир Работает Когда Человек Жалуется Он Закрывает Сам Себя Не Хочется Ему Дать Мир Ему Не Будет Дать Благословение Не Будет Дать Хорошая Судьба Но Когда Мы Перестанем Этого Делать Я Говорю Это Сам Себе У Нас Все Откроется Я Хочу Всех Вам Благословить Что Было У Вас Много Счастья Много Благословения